Жена Гордона назвала причину непростых отношений с Зеленским, а... Олеся Бацман, которая является журналисткой и избранницей Дмитрия Гордона, откровенно высказалась о сложных отношениях с Владимиром Зеленским-Понте. Она отметила, что в прошлом у них было приятное дружеское общение, однако теперь ситуация несколько изменилась. Об этом пишет видеоновости Украина проект «Стилер Проект» сайт Иллер со ссылкой на интервью жены известного интервьюер для УТАП канала Славы Демина. Что Бацман говорит о Зеленском? По словам Олеси, Владимиру не понравилась публичная критика, случившаяся на фоне определенных обстоятельств. Она вспомнила законы о дезинформации, медиа и олигархах Конти. Все началось с закона о дезинформации, который сняли с рассмотрения, и там вообще упоминалась тюрьма для журналистов. После этого закон о медиа, который приняли уже во время войны. Плюс закон об олигархах, который был направлен на борьбу с их медиа. С их свободой слова. Конечно, Владимиру Александровичу такая публичная критика не понравилась, сказала избранница Гордон. Звезда подчеркнула, что в последний раз она и ее муж общались с президентом еще до начала полномасштабной войны. Но раньше ситуация была совершенно иной. По словам журналистки, ее избранник дружил с Зеленским. «Можно публично проследить нашу линию отношений. Любой, кто поинтересуется этим вопросом, это увидит, потому что все есть в интернете. Дима и Владимир Александрович очень долго знакомы. Они дружили, имели обширную историю отношений», — говорит Боцман. «Когда началась президентская гонка, мы очень поддерживали Владимира Зеленского в том, чтобы он стал президентом. Как все помнят, тогда речь шла о том, что Петр Порошенко хочет во второй раз стать президентом Украины. Конечно, я думаю, что тогда мы внесли большой вклад в то, чтобы Владимир Зеленский стал президентом», — отметила также журналистка. Интервью своего мужа с Владимиром, который тогда только собирался стать главой государства, интервьюерша назвала уникальным. Она объясняет, что именно в том видео Зеленский откровенно сказал о намерениях идти в президенты. Ролик посмотрели около 26 миллионов человек. Помню, как мне сбрасывали скрины, как все смотрят это интервью, оно было реально крутым. Это была такая его программа президентская, делится жена Гордона. Кроме того, известная украинка также вспомнила пресс-конференции, во время которых ее избранник задавал прямые вопросы. Она подчеркнула, что они, как журналисты, должны реагировать на происходящие в стране события. Мы говорили о том, что есть очень большие проблемы с кадровой политикой, и называли фамилии «по-то». Сегодня, даже если взять пресс-конференции, вопросы Димы публичные, то там можно услышать фамилии Тищенко, Тарана, Степанова и так далее. То есть мы об этом говорили еще тогда. Коррупция, которая тоже была борьба с ней тогда в окружении, подытожила Бацман. Тем временем Кровец объяснила, не раздражают ли ее постоянные вопросы о Зеленском, также ранее звезда «Квартала», впервые за три года рассказала о встрече с Зеленской.